Всем привет! Сегодня у нас 7 сентября. Поспевает сорт яблока Голден Деляшес. Подвоем 9, третий год от посадки. Первое подношение, можно сказать, сигналки. Крупное очень. На 106 подвое, что самое интересное, этот сорт еще не набирает такую окраску. Он еще более зеленый. На этом уже надо его снимать и вложить в хранилище. Такие вот красивые яблоки. Голден Деляшес. Вот, завязался неплохо. Первый год, я смотрю, яблоко уже одно упало. Надо его срывать. Яблоки товарные на девятке. Красивые. Он держится хорошо. Так вот яблочко классно. В том году срывал, правда, на 106 среди на сентября. Ну и в этом году тоже буду среди на сентября срывать. На 106 подвое, но на 9, я смотрю, он уже, он уже приобрел цвет, когда нужно закладывать на хранение. Сорт этот я в том году снимал видео о хранении в подвале. Чуть-чуть рассказывал за него. То есть, чтобы были вот такие вот яблоки, надо обязательно обрабатывать минимум 4-5-6, а то может и 7 раз, смотря какое лето, чтобы получить вот такое вот качество воды. Такие вот красивые. Годен Деляшес. Яблоко, конечно, классное, вкусное. Как полежит, становится желтое. Такие яблоки по 300 грамм могут быть при хорошем уходе. Так вот он висит красиво. Год приобретает характерный, с почкой сорвал, желтый цвет. Яблоко, конечно, чтобы вырастить его, конечно, красиво, чтобы оно было, надо повозиться с ним. Так, просто если посадить оно не будет расти. Паршаево долбит сильно. Подожорка по-любому обработки надо, чтобы были, чтобы получить такое товарное красивое яблоко. Годен Деляшес. Такая красота висит. И сейчас покажу на 106 подвое, в каком он состоянии висит. И потом еще сниму. Это девятка. Пойдемте сейчас. Сейчас покажу 106 подвой. Такие яблоки. Это на девятке. Ой. Так, а это 106 подвой тот же сорт. Вот эти уже намного стали желтее. То есть эти еще зеленого цвета. То есть когда начнет меняться окраска чуть-чуть, то есть их, наверное, тоже будет срывать. Ну, это средняя сентября. Что-то позже. Хотя вот яблоко тоже уже начинает. А так они еще зеленоваты. Вот еще одно дерево подошел к яблони на им девятом подвое. Вот такие вот плоды висят. Яблони. Третий год. Яблоко Голден Деляшес. Тоже товарные плоды висят. Первое плоды ношение. Вот какие. На верхушке дерево висит красиво. На девяточке, конечно, красивые, крупные висят. Да и на шестерке тоже немелкие. У меня на шестерке деревья чуть-чуть постарше. На годик на пол, на полторах. На годик на два тоже плоды крупные. Это вот на девятке. Вот деревцо. Да, вот. Первый урожай. Надо их снимать, чтобы они чуть дольше полежали. Не переспели на дереве. А так он каждый год, в принципе, без периодичности. Хорошо себя показывает. И на девятке мне нравится, кого себя показывает. И на шестерке. То есть его можно, если особо нету финансов на девятом подвое с поливом, со шпалерой, то на шестерке смело сажать. Это я снимаю на девятке. И сниму видео на сто шестом подвое, как он себя показывает. То есть он что на девятке, что на шестерке хорошо себя ведет. Ну его, конечно, желательно пронормировать, чтобы плоды были более товарные и крупные. Потому что без нормировки плоды будут умельчать и без ежегодной омолаживающей обрезки. Но если все мероприятия проводить, то яблоки будут, конечно, хорошего качества. Красивые, крупные, сладкие, вкусные, ароматные. До нового залежит в обычном подвале. Отлично. Так что такой сорт. Сегодня 1 ноября. Вот яблочко Golden Delishes в хранении. Пожелтело вот. Вот такой вид у него стал. Яблочко сейчас сочное, очень ароматное, вкусное. Мякоть еще не ватная, как раз классная. Вообще, сорт суперовый. Хороший. И по вкусу, и по товарности, и по всему. Единственный минус у него, конечно, что его надо обрабатывать. Ну, заниматься с ним. А так, сорт, конечно, шикарный. И плоды красивые, и крупные. Вот так вот он у меня получается. Каждый год. Каждый год я с урожаем. Сейчас попробуем на вкус. Такая отмякоть. Сейчас попробуем она. Хрустящая, вкусная, сладкая. Очень ароматное яблоко. Сочное. Не прям, что сок течет, но сока много. Кисло-сладкая. Многие люди его знают по вкусу. Сорт, конечно, чудесный. Вкусный. Недаром он каждые годы первые позиции на рынках занимает. Сейчас посмотрим, какой у него вес. Вот, средние яблочки. Вот, под 300 грамм. 270 грамм. То есть, если с ним заниматься, будут яблоки с средним весом. 250 грамм. 250 грамм. До 300. 299 грамм. Яблоки все красивые, шикарные. 300 грамм. Вот оно идет чуть-чуть ржавленое. Есть. Есть яблоки чистые, есть ржавленые. В основном более мелкие яблоки с ржавленностью. 270 грамм. Ну, вес шикарный у них. Это яблочки с нормировочкой были. То есть, я нормировал 280 грамм. Смысл получать много урожая мелкокалиберного. Лучше получить чуть-чуть меньше плодов. Но они будут крупнее. Они будут вкуснее. Они будут сочнее. Ну, такой вес. Вот, Golden Dirich S. Суперовый. Самый обычный. Видно, что сока много. Так что сажайте себе. Ну, помните. С ними надо заниматься. Его надо обрабатывать. Обязательно от парши. От плодожорки. Полив любит он. Паранормируйте. И будет у вас вот такой вот урожай. Постоянно вот таких вот яблок. Красивых, шикарных, вкусных яблок. Лежит до Нового года. Это, в принципе, более-менее при нормальных условиях в обычном подвале. Ну, после Нового года становится ватная. Не годится. То есть, для себя, если в подвале будете хранить, то супер. Ну, его можно так же само с дерева кушать. Просто он не такой сладкий с дерева. Только сорвете желательно, конечно, мундирки две-три полежать. Ну, мы его уже полным ходом кушаем. Нам это яблоко нравится. Вкусное, хорошее. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok